Привет, роверы! Прошло довольно много времени с нашей последней встречи. Я Донг, и добро пожаловать на разговоры с разработчиками в Wuthering Waves. Сегодня у нас есть два гостя. Привет, я Рексленд. Привет, я Сентфиш from YYS TV. Прошло 6 месяцев с момента нашего последнего закрытого бета-теста. И мы не показывали многое из того, чем мы были заняты за это время. Сегодня мы поговорим о том, что привлекает больше всего внимания наших игроков. И поделимся нашим прогрессом за последние несколько месяцев. Мне очень интересно, как команда разработки чувствовала себя после последнего закрытого бета-теста. Мы видели горячие дискуссии в игровом комьюнити, которые содержали как позитивные, так и негативные комментарии. Как команда разработчиков на все это отреагировала? Мы очень сильно заботимся о каждом отзыве от игроков. Неважно, было ли оно сделано из ингейм-опросника или же из наших онлайн-комьюнити, по типу Билли Билли или Дискорда. Мы обращаем внимание на все, что беспокоит наше комьюнити. Я представляю, какое на вас свалилось давление после отзывов. Да. К сожалению, команда разработки была очень подавлена после прошлого теста. С одной стороны, мы получали драгоценный фидбэк, который мог повлиять на лучшую разработку игры. С другой стороны, чем больше мы углублялись в эти критические замечания, тем больше они напрягали наши нервы. Могу сказать, что это были тяжелые времена. Как игроку мне очень нравится художественная тема игры и ее игровой процесс. Для нас лучшая награда получить одобрение от наших игроков. Неважно, какой будет отзыв, позитивный или негативный. Наша команда разработки очень трепетно относится к каждому комментарию о нашей игре. Потому что из этих комментариев мы черпаем вдохновение для будущей разработки Woos & Quaves. Хорошо, давайте уже переходить к сути этого видео. После почти года дополнительной разработки, что мы можем увидеть нового в Woos & Quaves? Если говорить поверхностно, мы использовали это время, чтобы отполировать почти все претензии, которые были у игроков в нашей игре. Одной из главных проблем была цветовая палитра открытого мира. Слишком депрессивная, по мнению наших игроков. И я большой фанат атмосферы постапокалипсиса. И если говорить об этом, то я хочу увидеть больше вариаций мира. Во время текущего перерыва для нас было приоритетным улучшение качества окружающей среды. Мы добавили больше деталей в ассеты и улучшили рендеринг и шейдеры. Наша цель — сохранить тяжелую атмосферу постапокалипсиса, одновременно улучшая общий внешний вид мира, вместе с улучшенным освещением и вручную нарисованными деталями. Также мы добавили новую систему погоды, которая создает разнообразное настроение через всю игру. Для локаций, важных для лора или опасных, настроение усиливается по мере того, как текстуры становятся богаче и плотнее. В безопасных же городах мы создали легкую и живую атмосферу для того, чтобы игроки смогли проводить в игре больше времени с минимальным напряжением. Мы также стремимся к высокому качеству анимации и нацелены на более точное отображение мира игры. Говоря о цветовой палитре, мы брали вдохновение из известных аниме-сериалов, чтобы сделать более яркий образ и чувство. Мы стремимся к чувству погружения как у лучших аниме-сериалов, приправленных к великолепной анимации. И вы говорите, что эти самые изменения будут доступны для всех платформ? Конечно. Мультиплатформенная оптимизация – это одна из ключевых проблем, с которыми мы пытаемся справиться. Мы постараемся гарантировать одинаковое качество графики на разных платформах. Я могу сказать, что атмосфера стала намного более разнообразной, с этими более яркими цветами и улучшенной графикой. Визуал стал более комфортным и заметным. У меня есть вопрос, который задаст каждый игрок. Какой новый контент мы можем увидеть в следующем закрытом бета-тесте? Конечно, у нас есть кое-что. Мы добавили реалистичную смену погоды, что позволило проработать такие вещи, как облака, грозовые штормы и Млечный путь. Также у нас есть свои собственные аномальные погодные явления, которые будут появляться во время важных сюжетных моментов или в ходе выполнения сюжетно-важных квестов и посещения определенных мест. Кроме этого, мы поменяли дизайн большинству крупных точек интереса в открытом мире. Так, в Тусковом лесу каждое дерево теперь имеет индивидуально разработанный внешний вид, и гигантскому дереву в центре леса был полностью изменен дизайн. Мы добавили новые игровые возможности и квесты про эти деревья, чтобы игроки смогли насладиться ими. Также новые подземелья были добавлены в закрытый бета-тест, и каждый относится к своему персонажу и к его побочной истории. Мы надеемся, наши игроки смогут полюбить эти подземелья с новым геймплеем и прекрасно выглядящей окружающей средой. Прекрасно. Теперь наша следующая тема — это история. Я помню, про нее много говорили во время прошлого закрытого бета-теста. Да, именно про эту часть были самые горячие дискуссии среди игроков, когда некоторым понравился сюжет, а некоторым нет. Какое решение команда разработки приняла по поводу сюжета? Переделать сюжет в такой наполненной контентом игре было очень сложно. Это означало, что нам придется переделать с нуля все, что было записано для прошлой сюжетной линии, например, озвучку. Однако после изучения отзывов и проведения внутренней оценки стало ясно, что нам необходимо переработать основную сюжетную линию. Нашей главной целью было полностью пересмотреть сюжетную линию для улучшения игрового процесса. Мы не можем поделиться сейчас деталями, но я могу точно сказать, что 90% основной истории было переписано. Это довольно впечатляющий процент. Мне кажется, что большое количество внутриигровых ресурсов тоже было переделано. Да, скрипты, озвучка, структура квестов, некоторые арты и все синематики были переделаны. У нас было много работы с новой сюжетной линией. Главной идеей было начать сначала и пересмотреть наши концепты строения мира игры, потом сделать это с сюжетными линиями персонажей и в конце составить основной сюжет. После этого второстепенные квесты также были рассмотрены и улучшены. По правде говоря, это не было легким решением. У нас было только 6 месяцев, чтобы сделать все эти изменения, в то время как игра разрабатывалась 2-3 года. Мы находились под большим давлением, но мы знали, что это было правильной вещью, которую мы должны были сделать. Мы рады, что у нас есть шанс принести официальные извинения всем игрокам. Мы извиняемся за тот негативный опыт, который вы могли испытать во время предыдущего закрытого бета-теста. Мне как игроку очень волнительно, когда я вижу, что разработчики вкладывают столько чувств в свой проект. Можете ли вы сказать что-нибудь еще про вашу новую сюжетную линию? Мы просто надеемся, что наши игроки полюбят это. Мы вкладываем много сил для улучшения игры снова и снова. Надеемся, наши игроки будут очень счастливы. Нам предстоит еще сделать очень многое, и мы будем продолжать со всем нашим усилием. Как всегда, команда разработки Wuthering Quaves приветствуют любой тип фидбэка и предложений. Хотя за последние 6 месяцев мы видели не так уж много внутриигровых демонстраций, за это время Wuthering Quaves посетило несколько выставок, включая Gamescom, TGS и G-Star. И игроки могли попробовать игру сами. И я заметил некоторые изменения в дизайне персонажей Wuthering Quaves. Да, я заметил некоторые изменения в костюме косплееров Яньян. Потом во время TGS я заметил, что Байджи получила новый дизайн. Есть какие-либо новые изменения для остальных персонажей? Да, позвольте мне представить некоторые изменения, касающиеся внешности персонажей. Во-первых, мы добавили больше идол-анимаций и пост для всех резонаторов, и вы увидите их в будущем закрытом бета-тесте. Во-вторых, модели персонажей получили более улучшенный внешний вид, текстуры, формы тела и так далее. Улучшение моделей персонажей направлено на повышение их индивидуальности, улучшение боевого опыта на всех платформах и на подчеркивание красоты человеческих тел. Каждое изменение требует пересмотра сотен анимаций. Это было важным шагом для нашей команды. Можешь ли ты привести некоторые примеры для нас? Некоторые персонажи прошли через небольшие изменения, такие как их одежда или форма тела. Ян Ян получила небольшие изменения в своей одежде и форме тела. Тогда как у Ровера дизайн одежды поменялся очень сильно. Роверы теперь выглядят опрятнее в своих новых нарядах. Так, например, мы заменили леггинсы ботинками для более легкого и практичного внешнего вида. Что насчет более глобальных изменений, как, например, Байджи. Да, Байджи получила изменение дизайна. Ее волосы теперь это градиент черного и изумрудного. И мы также поменяли дизайн ее одежды, чтобы она выглядела более стильно. Внешний вид фамильяра Байджи тоже был значительно переделан. Мы надеемся, вы полюбите ее новый дизайн. Можете ли вы рассказать нам что-нибудь о новых персонажах? Конечно, у нас есть больше, чем один новый персонаж. И они появятся во время теста. Как компании, которая базируется в Гуандун, нам действительно нравится танцы львов. Это очень важная часть нашей культуры. Имея это в голове, мы захотели принести танец льва в мир в Узрен Клейбс. И новый персонаж, который был рожден с этой идеей, это Лин Кян. И его предыстория во многом связана с обычаями танца льва. Танец льва и элементы традиционного ушу можно заметить в его боевых движениях. И это все вы можете испытать в тесте. Пожалуйста, можете ли вы рассказать еще про одного резонатора? Хорошо. Еще один новый персонаж. Джан Шин. Она выглядит как типичный даосский монах и работает в чайном доме. Но на самом деле, она могущественный мастер боевых искусств. Как преемница мастера боевых искусств, она использует движения, вдохновленные тайчи, используя силу инь и янь. Таи Цзюццюань в реальной жизни для того, чтобы принять, обработать и отразить атаку противника в ответ. С особым навыком парнирования, Джиэн Шин предлагает нам уникальный боевой стиль, балансирующий между атакой и защитой. У меня есть еще один вопрос про дизайн персонажей. Я заметил несколько измененных визуальных эффектов в битве во время текущего показа персонажей. Улучшение видимости и эффектов во время битвы на нескольких платформах тоже одна из наших основных целей. Сейчас наши силы направлены на улучшение эффектов умений и на движение камеры. Для примера мы приведем изменения в ультимейтах как главного героя, так и Джиэна. Мы также постоянно будем улучшать такие анимации, как, например, бег, экстремальный уворот или же парирование, чтобы быстрый темп боевой системы был максимально удобным на каждой из представленных платформ. Это потрясающе, мне очень нравится ультжиэна. И, наконец-то, пришло время поговорить про боевую систему в Узерен Клейвс. Моей главной претензией во время прошлого теста было дрожание камеры. Это очень сильно влияло на мой боевой опыт. Есть какие-либо изменения в этом плане? Да, конечно. Это была одна из приоритетных проблем, которые мы пытались решить после прошлого теста. Мы поменяли это тремя разными способами. Во-первых, мы поменяли амплитуду вибрации и частоту дрожания камеры. Мы применили различные параметры и кривые переходы для смягчения эффектов тряски камеры. Также мы добавили больше динамических параметров чувствительности камеры во время боя. И это позволило сделать наши переходы более плавными. К тому же мы оптимизировали производительность, и теперь частота кадров в боях должна быть более стабильной. У меня есть еще один вопрос. У Узерен Клейвс много свободы в передвижении во время боя, как у персонажа, так и у противника. И хотя бой был захватывающим, он проходил в быстром темпе с частой сменой ракурса камеры. Да, ты отметил хороший момент, над которым мы работали. Я верю, что мы смогли внести значительное улучшение этой проблемы. Для начала, система таргета теперь имеет улучшенную логику действия. Это устраняет проблемы неработающего захвата цели. Тесты показали, что захват теперь менее запутанный и стабильный. Также дизайн каждого монстра и каждый скилл теперь имеет свою индивидуальную настройку движения камеры, что позволяет четко сфокусироваться на движениях противника. Говоря про боевую систему, механика QTE произвела на меня глубокое впечатление. Переключать резонатор, чтобы запустить QTE-атаку, мне это очень понравилось. Есть ли какие-нибудь изменения в этом аспекте? Конечно. Это очень важная часть нашей боевой системы. Теперь она переименована в навык вступления и навык выхода. Заполнив шкалу резонанса и переключившись на персонажа, мы запускаем атаку вступления. И прошлый персонаж использует навык выхода. Эти два скилла – ключ к адреналиновой боевой системе, который заставляет сердце биться чаще. Навык вступления и навык выхода для каждого персонажа были сделаны разными. Мы надеемся, что это сделает систему сбора отряда более гибкой для игроков перед боем и приведет фокус на комбо и взаимодействие с вашим противником. Боевая система была сильной стороной игры. Сложная система комбо, основанная на простых механиках, становится многокранной для уличенных игроков. Я хочу чего-нибудь нового в Узрен Квейс. Мы стремимся создать интенсивный боевой опыт для игроков всех уровней. Это мотивирует нас постоянно улучшать нашу систему комбо и усилять обратную связь во время боя. Для примера, мы усовершенствовали атаку ускорчения у Чисии, чтобы добиться незаметных переходов между ее приемами. Система Эхо. Это еще одна из ваших визитных карточек. И я уверен, у вас есть чем поделиться с нами насчет этого уникального геймплея. Да. В Узрен Квейс игроки могут ловить монстров, которые после победы над ними становятся Эхом. И их можно использовать в битвах. Эхо дает дополнительные атрибуты характеристик, и игроки также смогут призывать их во время сражений или даже превращаться в них. И я уверен, вы также улучшили систему. Верно. Мы стремимся к изящной боевой системе и к более плавному ходу боя. Эхо умения босса-обезьяны было полностью изменено. В результате улучшилась анимация и поведение камеры. Некоторые Эхо будут служить как СУС-рукаве, учитывая их уникальные скиллы на поле боя. Например, тут некоронованно делает специальную атаку, и вы можете увидеть красную предупреждающую вспышку. Теперь вы можете вызвать Эхо, чтобы парировать эту атаку и застанет босса для более безопасного нанесения урона. Также у нас есть два небольших изменения. Во-первых, мы применяли дизайн в галерее Эхо. Теперь они отображаются как фигурки. Также мы добавили новый геймплей. Во время исследования открытого мира путники смогут найти некоторых специальных Эхо. Они будут отличаться от других нормальных Эхо, и их будет довольно сложно отыскать. Вы даже сможете показать их друзьям во время совместного режима. Звучит как большое развлечение для коллекционеров Эхо. После того, как вы упомянули, что Эхо будут давать дополнительные атрибуты, я беспокоюсь о сложности их улучшения. Будет ли это тяжело для игроков повысить их уровень? У нас есть план для того, чтобы сделать получение Эхо более простым. В прошлом тесте игрокам было необходимо исследовать каждый уголок карты для определенного типа Эхо. И мы считаем, что у нас получилось улучшить эту механику. Теперь, если вы поймали определенный тип Эхо, вы можете получить больше его копий при зачистке испытаний в мире. Грубо говоря, игроки теперь могут просто приходить в определенную локацию и получать дополнительные копии Эхо, если они это хотят. Также мы упростили эффекты от определенных сетов Эхо, так что наши игроки смогут быстрее их найти и решить, что надеть на персонажа. К тому же теперь игроки смогут сортировать Эхо по определенным тегам. Как вы упомянули ранее, игроки могут коллекционировать Эхо, пока они исследуют мир. Есть ли какие-нибудь новые занятия в открытом мире, особенно основанные на боевой системе, которую так просили игроки после первого ЗБТ? Да, мы сделали новый контент, который будет связан с боем, и добавили испытания в открытом мире. Мы также улучшили тот геймплей, что у нас уже был. Специальные боевые зоны, например, теперь дают случайные бафы для более разнообразного боевого опыта. Для хардкорных же игроков у нас есть боссы с повышенной сложностью, которые станут достойным испытанием, а в награду за них может выпасть специальное Эхо. Также некоторые испытания требуют превращения в определенное Эхо. Теперь это выглядит как большее количество контента для игроков во время исследований мира. Мы хотим, чтобы Wazering Waves была насыщенной событиями РПГ в открытом мире, так что мы будем стремиться добавлять больше боевого контента. Если честно, я все еще переживаю о том, что наши игроки подумают об изменениях, которые мы внесли. Единственный вариант получения признания от игроков — это сделать нашу игру хорошей. Мы будем продолжать работать над проектом. Для реализации такого проекта, как Wazering Waves, требуется как настрой, так и мужество что-то поменять или попробовать совершенно новое. И, конечно же, определенные умения, чтобы достичь цели. Я думаю, что ваша команда обладает этими качествами. Это то, почему я буду продолжать поддерживать Wazering Waves. Спасибо. У нас впереди еще довольно большой путь, чтобы сделать нашу игру лучше. Но мы надеемся, что каждый игрок сможет сам насладиться игрой. Мы приложили очень много усилий, и мы также взволнованы тем, что снова увидим всех странников снова после перерыва почти в год. Я более чем взволнован после того, как услышал про все эти обновления. Готов быть странником прямо сейчас. И у тебя есть шанс в предстоящем закрытом бета-тесте. На этом мы заканчиваем сегодняшний разговор с разработчиками. Спасибо большое, что пришли. Спасибо. Увидимся в предстоящем втором закрытом бета-тесте. Привет, guys. Спасибо, что послушали мой любительский перевод. Если есть какие-то претензии или предложения, пишите в комментарии. Я думаю, возможно, я это исправлю когда-нибудь. И удачи в регистрации во втором закрытом бета-тесте. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!